Итак, опять про дело. Новичок и Навальный. Новичка, как выяснилось, не нашли. Доклад ОЗХО по делу Навального без данных о химическом составе и характеристик веществ свидетельствует о бездоказательности утверждений об отравлении политика, об этом заявили в МИД Российской Федерации. Получается, что европейские эксперты нашли в крови Навального следы вещества, не относящегося к новичку. Но европейские политики этого не поняли и продолжают врать о новичке и требуют санкций. Разнобой в команде. Нет, так задумано. Выстраивается занятная конфигурация некой политической провокации, очевидной и беспардонной. Есть две параллельные колонны исполнителей. С одной стороны официальные политики Европы и Германии, а с другой неофициальный некий деятель Навальный, он же воскресший. Идут они, как на параде, параллельным курсом. И тут главное выдержать равнение в строю и не сбиться с ритма шага. Зачем? А вот зачем. Тем самым мы, европейцы, направляем сильный сигнал сплоченности Москве. Это сказал глава МИД Польши Збигни Фрау. Представляете себе, идут сплоченные колонны, а ритм задает Навальный с флагом в руках, на котором написано вранье и провокация. И никакие химики это вранье о мнимом отравлении оправдать не могут. Нет доказательств. Даже в той бутылке, которую якобы утащили из гостиницы, а на самом деле прикупили в аэропорту, никаких следов коварного отравления не оказалось. Потому и прячут химики ОЗХО и Бундесфера результаты своих экспертиз, проведенных к тому же при полном нарушении правовых норм. По сути, сами эксперты нарушают закон, проводя эти экспертизы. Они тоже несут свое знамя со словами «С нами ложь». Но что бывает, когда фальшивые знамена падают на мостовую? Тогда стройные колонны смешиваются и рассыпаются. Дело Навального тем и закончится, если, конечно, его не засекретят, как до этого дела Скрипаля и Литвиненко. И в том и другом деле так и не были представлены результаты химико-биологических экспертиз. А это и есть доказательства фальсификаций и провокаций, ставших системными в самых передовых странах Запада. Передовых я беру в кавычки, ведь согласно их же теории тоталитаризма, один из основных его признаков – отказ государства от моральных обязательств, в частности, не лгать обществу в политических целях. Но мы видим, что лгут и не краснеют. Фридрих Хаек, классик либеральной мысли, писал, тоталитаризм подступает постепенно и незаметно. Он, оказывается, непреднамеренным результатом самых возвышенных устремлений, самых достойных людей. Ну вот, берите на выбор любого еврокомиссара. Все они достойные и все они лгут, когда дело касается России. И далее, продолжает Хаек, очень скоро демократические процедуры оказываются неработоспособными, а реальная власть неизбежно начинает сосредотачиваться в руках узкой группы экспертов. Экспертов в кавычках. И неужели Хаек писал про тех самых экспертов, которые сегодня врут всему мировому сообществу? А ведь точнее о них не скажешь. Да и про несчастного Навального тоже не скажешь. Ведь он подопытный кролик в руках у этих самых экспертов. Что они там еще приготовили в ближайшее время, даже интересно.